Витебский зоопарк после морозного перапынку снова отшинил свои зверы для наведывальников. Студинский минус, який пановал неколький дзен у полношной столицы, примусию изменить и внутренний распорядок дня залогичного сада. Обеды отбываются шастей, хотя о некоторых живел понижение температуры, сдаётся только радуя. Про зиму у зверином царстве Виктор Пралич. Экзотичные насельники Витебского зоопарка понижение температуры могли и не чуть. Их ещё с листопада переместили в тёплые павильоны, которые сейчас оттепляются круглые сутки. А возле кораблёв пустыни, верблюду Аси и Цимона белорусские морозы ни по чим. При любом надворье, неважно, прогуливаются по своим вольеры. Для них низкие температуры не страшны при минус 40, они чувствуют себя довольно-таки комфортно. И вообще это уникальное животное, оно уникальное тем, что оно абсолютно приспособляемо к любым условиям. Будь то жара, 40 градусов, будь то холод, причём при резком падении. Температура у них очень быстро отрастает шерсть, где-то порядка в течение суток она отрастает порядка 5-6 сантиметров. Арктичным зверам, канадским баукам наши покуты на конд надворье сдаются жартом, меркующий по их настрою поводзенных подобный минус им, что называется, на лапу. Ирина каже, таки холод для их, як курорт, не дрянная чувая себе и лама. Такие морозы насельнику паудневой Америки не страшные. Тем более, что для кожных жихару измененный режим харчевания. Единственное, что мы сейчас делаем для всех животных, мы стараемся увеличить количество концентратов. То есть это зерна побольше мы даём им, и мы их кормим три раза в день. Мы их утром, в обед и вечером мы даём дробно и даём горячие, не горячие, теплые овощи. Меж иншим, есть и те, кому студентский минус только снится. Подпорядковывающиеся природой, в спешку кинулись сурки и мязведь. А вот с африканских львов и тыгров грая любовь. Виктор Пралич, Александр Приставка, Новины, Витебск.